всем доброго утра хорошего дня и уютного теплого вечера я надежда и вы на моем канале который называется надежда жилова сегодня к вам с таким узорчиком связанным в стиле клоке клоке в переводе обозначает пузырчатый вздутый и вот именно этот узор как нельзя кстати подходит названию пузырчатый то есть пузырьки у нас в интернете он постоянно мелькает как именно пузырьки эти узоры можно использовать для вязания кардиганов детской одежды на детской одежде вообще шикарно смотрятся узорчики особенно такие пузырьки здесь вот этот кусочек связан на 6 рядов пропорте этот на 4 я думаю вы явно видите разницу это выбирать каждому индивидуально насколько рядов вязать чем больше рядов тем более объемный более рельефный узор получается чем меньше более спокойный такой изнаночная сторона у него выглядит как буфы я так думаю что и на изнаночную сторону его можно использовать тоже очень эффектно выглядит вот это на 4 это на 6 вы видите даже на изнанке явная разница в узоре если вас заинтересовал этот узор приглашаю подписаться на мой канал я собираюсь открыть новый цикл узоров в стиле клоке этих узоров существует большое множество и давайте будем вязать я набрала 27 петель рапорт этого узора 4 петли из этих 27 24 петли то те которые делятся на 4 2 петли кромочные и 1 петля для симметрии я провязала 6 рядов после набранного края этот узор можно вязать и на 4 рядах и на 8 но это уже зависимости от того какой эффект вы хотите получить насколько объемный я выбрала средние 6 рядов теперь начинаю вязать кромочную снимаю 2 петли лицевые 1 2 третью петлю я снимаю со спицы и начинаю ее распускать на 6 рядов ниже 1 2 3 4 5 6 теперь подхватываю эту петлю завожу спицу под все эти распущенные протяжки и провязываю все вместе с этой петлей дальше 1 2 3 лицевые опять снимаю петлю со спицы и опускаюсь на 6 рядов ниже 1 2 3 4 5 6 надеваю петлю с петлю на спицу и под эти протяжки завожу спицу и провязываю вместе с этой петлю лучше конечно надеть на спицу эту петлю но она не получится все эти протяжки поднять так следующие 3 петли 1 2 3 лицевые и опять тоже самое опускаемся на 6 рядов ниже в принципе можно не снимать петлю чтобы не распускать ее сразу а просто опуститься на 7 рядов на 6 рядов ниже в седьмой ряд провязать снять петлю потом она со временем распуститься можно так распустить потому что если тонкая нитка есть вероятность что ее можно потерять 3 петли лицевые 1 2 3 и опять точно так же вставляю в седьмую в седьмой ряд 6 рядов у меня сверху 7 ряд самый первый дальше наборный ряд провязываю петлю и распускаю все ряды все 6 рядов 1 2 3 седьмой ряд провязываю снимаю петлю со спицы и распускаю можно еще и так провязывать не обязательно прям сразу их распускать раз два три опускаюсь седьмой ряд вернее в первый ряд наш наборный край и ну вот говорила говорила о том что можно потерять петлю потеряла даже не тему петлю которую можно потерять и которые петли даже невозможно потерять их потеряла так возвращаю их назад на спицу и провязываю 2 лицевые 1 кромочная то есть у нас начале получилось то узора 3 петли и в конце 3 петли вместе с кромочной следующий ряд у нас изнаночный провязывается изнаночными петлями лицевой ряд там где мы снимали петлю и вы распускали это уже первый ряд начало следующего раппорта изнаночный ряд это второй ряд теперь мне еще надо провязать еще два изнаночных и два лицевых ряда то есть 6 рядов до начала нового раппорта провязала 6 лицевых рядов учитывая тот ряд где я провязывала снятую петлю это уже был первый ряд плюс еще пять рядов 6 рядов начинаю провязывать следующий раппорт в шахматном порядке кромочную снимаю следующие петли 1 2 3 4 5 6 7 петлю провязываю лицевой снимаю петлю со спицы и распускаю 3 петли лицевых 1 2 3 опускаясь на 6 рядов ниже 1 2 3 4 5 6 7 ряд провязываю петлю петлю 3 лицевые 1 2 3 опять опускаясь на 6 рядов ниже 1 2 3 4 5 6 7 ряд провязываю петлю петлю снимаю петлю со спицы и распускаю 4 5 6 3 лицевые 1 2 3 петлю 1 2 3 4 5 6 7 ряд провязываю петлю лицевую снимаю петлю со спицы 1 2 3 4 5 6 распустила и так до конца ряда этот ряд который мы сейчас провязали считается первым рядом начало начало средущего раппорта теперь мне надо провязать еще пять рядов то есть изнаночный лицевой изнаночный лицевой изнаночный то есть всего должно быть 6 рядов учитывая этот ряд который мы провязали со снятием петли провязала я 6 рядов и начинаю провязывать узор петлю опять таки в шахматном порядке кромочную снимаю 2 лицевые 1 2 3 4 5 6 в седьмую седьмой ряд опускаюсь провязываю распускаю петлю и так чередуя в шахматном порядке провязывается этот узор 1 2 3 1 2 3 4 5 6 в седьмой ряд петля снимается и распускается я сейчас провяжу еще пару раппортов на восемь ряд ой на шесть рядов потом провяжу на четыре покажу что у меня получилось вам для сравнения ну вот провязала я на восемь рядов пупырышки вернее на шесть рядов что-то я уже заговариваюсь на шесть рядов и вот эти пупырышки на четыре да конечно они менее фактурные на шесть рядов более фактурные но это выбирать вам насколько объемный вам нужен узор и для чего он вам нужен ну на этом все надеюсь вам понравилось спасибо что вы смотрели что вы были со мной желаю всего хорошего вам берите себя о своих родных и близких до новых встреч пока пока на следующем